Это программа после новостей. Я Ксения Черепанова. Здравствуйте. 24 декабря в России стартует чемпионат России по фигурному катанию. И кто-то может сказать, мол, да что такого, это всего лишь чемпионат России. И на мой взгляд будет совершенно неправ. Потому что, например, после того, как в Турине на гран-при наши девочки-одиночницы заняли весь педестал почета, скорее всего, в Красноярске можно будет посмотреть на спортивные события международного класса. И об этом сегодня будем говорить с нашим гостем, министром спорта Красноярского края Павелом Санычем. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, очень многих расстроила информация о Болине Загитовой, которая заявила, что приостанавливает спортивную карьеру и, соответственно, в Красноярск не приедет. Так ли это? Ну да, мы тоже эту информацию получили. И, к сожалению, никак на это повлиять не можем. Поэтому спортсмен сам принимает решение по продолжению или по паузе своей спортивной карьеры. К сожалению, но Алину мы, наверное, по всей видимости в Красноярске не увидим. Но, тем не менее, увидим остальных самых крутых звезд мирового одиночного женского катания. Поэтому, думаю, конкуренция будет очень большая. Вы сами, как спортсмен, можете оценить заявление фанатов о том, что, ну вот, поехала кататься. А, там, шоу за деньги, а как же спорт? Мне кажется, это такие вещи, которые, наверное, даже если ты фанат-фанат, не очень допустимы. Я думаю, что здесь в каждом случае, наверное, спортсмен сам вправе принимать свое решение. Потому что, особенно в фигурном женском катании, ну, жесточайшая конкуренция. И лишнего позволить себе спортсменки ничего не могут. Вот, не в плане еды, не в плане, там, каких-то нормальных бытовых вещей. Этому они сами принимают решение, есть ли силы, есть ли моральные силы преодолевать эти трудности и стремиться дальше. Потому что, ну, конкуренция там очень большая. И молодые спортсменки сегодня, видите, какие они исполняют элементы, сколько там четверных прыжков крутят. И это, конечно, просто за грани фантастики, уровень мастерства сегодня. Ну да, Алина Загитова еще не до 20, а между тем, да, она много-много лет вставала в 6 утра и уходила с катка в 9 вечера для того, чтобы завоевать Олимпийское золото. И что теперь? Надо найти мотивацию. Это адский труд, тяжелейший труд. Поэтому ни в коем случае, мне кажется, уж кому-кому Алене Загитовой говорить что-то, якобы она не доработала и якобы она что-то не сделала, мне кажется. И мы такие несчастные в Красноярске июне увидим. Да, рука не поднимется никого. Но Евгению Медведеву уже увидим, ее извечную соперницу. Ждем, конечно. Ждем и молодых наших, других молодых спортсменов, которые тоже уже обыграют и Медведеву и неоднократно это делали. Но мы так сосредоточились на одиночном женском катании, но мне кажется, вполне справедливо, потому что сейчас те фамилии, которые приедут, перечисляют, кто приедет к нам на чемпионат России. Там Алена Косторна, Анна Щербакова, Александр Трусов, все те девочки, которые феноменально выступили в Турине. И кажется, что каждый из этих 18 может стать и чемпионкой Европы, если победить, дальше чемпионкой мира. Почему такая сильная конкуренция сейчас с женским одиночным фигурным катанием? Ну, подросли, подросли, видимо, те спортсменки, которые, ну, как скажем, обладают определенным талантом, плюс система сама подготовки в фигурном катании. Сейчас немножко изменились там правила оценки. Многое зависит от того, какие элементы, ну, там, скажем, прыжковые делают, какие, насколько они сложные. Поэтому наше время сегодня. Но, опять же, я был вот недавно на гран-при в Москве. Там достаточно тоже и японки очень сильные, и американки сильные. Поэтому говорить, что легкая прогулка будет на международных соревнованиях у наших спортсменов, конечно, нельзя. Но мы им всем желаем удачи. И пусть чемпионат России, который будет проходить у нас в Красноярске, как будет способствовать повышению их мастерства. Потому что у нас же все-таки это и отбор, отборочное соревнование в состав сборной команды России на чемпионат Европы и на чемпионат мира. Поэтому, думаю, здесь все будет очень-очень-очень достойно. Волнуетесь перед началом? Уже совсем немного. Одно дело провести универсиаду. И это, конечно, уже огромный опыт. Но, с другой стороны, это соревнование, что касается фигурного катания, много более высокого уровня. Ну, у нас действительно первый опыт такой. И мы хотим действительно после универсиады создать несколько традиций в Красноярском крае по проведению крупных спортивных событий. И мы надеемся, что проведение чемпионата России не ограничится историей фигурного катания в Красноярске. Но нужно делать шаг за шагом. Поэтому сначала мы проведем чемпионат страны, а потом будем разговаривать с нашей федерацией, с ее президентом, с Горшковым, о том, какие другие соревнования мы будем проводить в Красноярске. Волнение, конечно, есть, но уровень готовности сегодня очень высокий. Практически уже все завершились. Вы когда законодательное собрание курировали, в том числе, не состязание, а скорее подготовку объектов к универсиаде, сюда направляли письма, в том числе, там, Елена Вяльбе, что там-то не готова, то-то не сделано. Вот сейчас как вы оцениваете уровень готовности стадиона, инфраструктуры? Практически готов. Практически готов. Понятно, что там сейчас лед немножко дорабатывается. Такой аспект для меня тоже было несколько новостью, когда я узнал о том, что на подготовку льда, соответствующего льда, вот тому уровню фигуристов, которые будут у нас выступать, надо минимум 7 дней, минимум 7 дней для того, чтобы он приобрел те характеристики, твердость, жесткость, вязкость, пластичность, там очень-очень многие тонкие темы. Но мы в абсолютном контакте с Федерацией фигурного катания, с генеральным директором Александром Ильичом Коганом, он неоднократно приезжал к нам, мы встречались в Москве, каких-то рисков по готовности объектов мы не видим. Сейчас найдется в законодательном собрании какой-то новый Павел Ростовцев, в котором он показывает, вот, Павел Александрович, это не доделали, а вам кажется, что вы готовы? Может быть, это же нормально, когда несколько мнений на одну и ту же ситуацию, в этом рождается какая-то истина, поэтому без проблем. Что будет и что готовит Красноярский край к так называемой вне спортивной программе? Ну, уважаемые телезрители, мы же понимаем, что соревнования 26-29 декабря, это, ну, в преддверии, наверное, одного из самых теплых, красивых и семейных праздников, Новый год. Вот, поэтому, конечно, та атмосфера праздничная, которая сейчас делается в городе, она будет как-то пересекаться с теми мероприятиями, которые мы запланировали. А что конкретно мы запланировали? Ну, например, три фан-зона в городе Красноярске, две на острове Татышев и одна на площади театра оперы и балета, где будут так или иначе присутствовать информация и говорить о фигурном кантане, о чемпионате страны. Особо я хотел бы отметить, что 23-го числа в арене «Север» мы проведем некую такую ледовую симфонию, ледовую симфонию, такое красочное событие, где наши фигуристы, воспитанники Красноярской школы, будут вместе с симфоническим оркестром под руководством Владимира Ланды давать вот эту вот симфонию ледовую. Тоже очень красивое. В 14 часов мы это делаем для наших молодых ребятишек, которые, ну, школьного возраста. А тогда будут по пригласителям, да? Да, порядка двух тысяч, чуть больше двух тысяч билетов, поэтому их в разных пропорциях распределили между спортом, культурой, образованием, соцзащитой. Ну и мы ждем, что это действительно даст дополнительный интерес к фигурному катанию, вообще к спорту у подрастающих поколений. Давайте подробнее про фан-зоны, чтобы все понимали, что это такое, во сколько туда можно будет приехать, что там можно будет посмотреть, платный, неплатный вход, все подробности. Нет, конечно, там вход бесплатный, это несколько, такие локации мы проводили на универсиаде, поэтому это нечто подобное, том опыт, который мы дальше транслируем сюда. Мы планируем там проводить телетрансляции, трансляции этих соревнований, ну и такая новогодняя атмосфера. И ярмарка, которая будет проходить, тоже дниатр, опера, балет, вот это все перемещается, поэтому будет очень интересно, весело, красочно приходить. А наших гостей куда вы повезете? Сейчас вы рассказывали то, что будет для красноярцев, для них есть какая-то культурная программа? Мы подготовили экскурсионную программу, безусловно, для судей, для тренеров, для журналистов, потому что спортсмены будут готовиться к соревнованиям, и поверьте мне, они всегда минимизируют контакты, скажем, с внешним миром. Этому есть абсолютно нормальное объяснение, но для гостей, тех, чтобы показать наш Красноярск, наш Красноярский край, мы приготовили как экскурсионную программу, поэтому надеюсь, что останутся впечатления у ваших коллег-журналистов самые-самые благоприятные. Мы очень бы этого хотели. Билеты еще есть? Их можно купить? Какова была динамика покупки, если вы следили за этим? Да, билеты уже несколько месяцев как в продаже, и они есть еще. Достаточно зайти на сайт Платином Арены, и там на каждый день, 26, 27, 28 и даже на показательное выступление 29 числа есть билеты различной ценовой категории. Их немного, правда, сколько я знаю. Уже более 80-85% продано, но билеты все-таки еще есть, поэтому кто желает попасть на это выдающееся, яркое, спортивное событие, добро пожаловать. Давайте подведем с вами некий итог, потому что то, что я слышала от специалистов, например, то, что было во время универсиады, это на катке, да, мы уже с вами говорили, не сравнится с тем, что будет 26 декабря. По уровню, конечно, мастерства. По уровню мастерства, безусловно, чемпионат России по фигурному катанию, тот звездный состав, который будет здесь участвовать, те имена, это гораздо ярче, сильнее тех спортсменов, которые участвовали на универсиаде. А в плане различных других организационных моментов, я думаю, все будет на таком же высоком уровне. Ну и, конечно, я делаю виду спортивный уровень. Спортивный уровень будет гораздо выше, чем универсиад. Вы купили билеты? У меня будет отдельное приглашение, потому что я все-таки буду находиться на работе, и мне надо там общаться. Ну и а к тому, что вы будете смотреть это сидя, или вы будете бегать, организовывать? Жизнь покажет. Почему? Потому что, ну, все-таки для кого-то это праздник, а для нас, кто это готовит, это работа. Спасибо огромное, что пришли к нам в эфир, отвечали на наши вопросы. Ну и удачи вам в первом таком важном, наверное, хоть и не международном, но российском событии. Спасибо. Это была программа «После новостей». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова